Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Христос исцелил двух или одного слепого? И мы будем отталкиваться в нашем рассуждении от Евангелия от Матфея 20 глава 29-30, Евангелия от Марка 10 глава 46-48, 46 по 48 стих, Евангелие от Луки 18 глава 35 по 38. И сначала прочитаем Евангелие от Матфея. «И когда выходили они из Ерихона, за ним следовало множество народа, и вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»» Здесь говорится о том, когда они выходили из Ерихона, и говорится, что двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать. А в Евангелии от Марка 10 глава 46 по 48 стих говорится, «Приходят в Ерихон, и когда выходил он из Ерихона, выходил, с учениками своими, множеством народа, в Артемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги». Здесь мы видим как бы одного слепого. «Прося милостыни, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» И теперь отрывок из Евангелия от Луки, 18 глава, 35 по 38. «Когда же подходил он к Ерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, «Что это такое?» Ему сказали, что «Иисус Назарей идет!» Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Значит, в одном случае мы видим двух слепых, в двух других случаях мы видим по одному слепому. А как разрешить этот вопрос? Представьте себе, что в Кремле идет награждение людей георгиевскими крестами. И вы присутствуете на этом мероприятии, потому что среди людей, награждаемых, есть ваш знакомый, он доставил вам приглашение, чтобы вы смотрели, как президент Российской Федерации вручает ему георгиевский крест. И хотя в этот момент награждают многих людей, многих, вы-то пришли смотреть на одного, вы его знаете. И когда Матфей пишет о двух, он может говорить о реальности. Как вы, увидев, как наградили вашего друга, а там, может быть, толпа была еще людей, которых награждали, вы приходите домой и рассказываете об одном, а не о всех, тем более вы их не знаете. И Матфей мог видеть исцеление действительно многих. А что касается других двух евангелистов, они не просто видели исцеление одного на фоне исцеления многих, они знали его по имени Вартемей. Это значит, что для них это было знаковое событие, и они в своих текстах рассказывают о нем. А Христос действительно исцелял очень много людей, иногда толпы больных, прокаженных бросались на него. Но в данном случае этот человек знаком, иначе бы его имя не упоминалось у Марка. А Лука может повторять то, что написал Марк, но уже не употребляя имя, потому что для Марка имя Вартемей могло ничего не означать, ни о чем не говорить. Точнее, для Луки оно могло ничего не означать, ни о чем не говорить. А для Марка это совершенно конкретный человек, на которого он исцелается. Таким образом, это недоумение, оно снимается, и никакого противоречия в данном случае между евангелистами не присутствует. Берегите себя, друзья, и подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. Храни вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!